Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У него прямых подчиненных полторы тысячи, вся индустрия Советского Союза работала на эти климатические прогнозы, это не с бухты барахты, это лучшие исследования мировые. А кто сегодня вспомнит Будыка? А никто. Президент Всемирной Метеорологической Организации даже фамилии такой не слышал. Похоронили напрочь самого выдающегося титулованного ученого-климатолога, закопали. Если вы откроете какой-нибудь телефон Будыка, то вы же там всего один ученик в мире остался. А почему так случилось? А потому что вмешалась политика. А началось это скорее всего в 1961 году, когда Линдон Джонсон, будучи тогда еще вице-президентом, делал программный доклад. И он сказал, тот, кто управляет погодой, управляет миром. Это лучший способ для оправдания глобальных претензий. Спасая мир, ты можешь быть его начальником. Вначале потренировались на кислотных дождях, потом на озоновой дыре, а потом на глобальном потеплении. О том, как это страшно. И как Америка, обладая громадный потенциал, как европейские ученые, будучи на острие науки, спасут мир от страшных бедствий, наводнений, ураганов. Действительно, последний надо снять, либо они нас от этого спасли. А почему не помнят Будыков? Вроде бы он должен быть флагом. Он отец глобального потепления. А вы знаете, то, что он говорил, и официальная политика Советского Союза кардинально расходится с западной повестки по климату. В двух словах. Что говорил Будыков? Да, в принципе, все это в школьных учебниках есть. В его теории ничего сложного. Просто об этом надо говорить. Когда-то давно в атмосфере было полно СО2 и метана, а кислорода не было. Появились первые растения. Они начали расщеплять СО2 на углерод и кислород. Появился кислород. Началась жизнь. Появились животные, которые органику кушают, окисляют и опять возвращаются СО2 в атмосферу. Появился биологический цикл. Появилась жизнь на планете. Всем было хорошо. И миллионы лет всем было хорошо. Углерод – основа жизни. Из него состоят все растения. Наши тела. Даже этот пиджачок состоит большей частью из углерода. А тут выяснилось, что это что-то вредное, опасное. Так вот, происходила эта эволюция. Происходила эволюция. Все были сыты и довольны. Но есть геологические стихии. Часть органики попадала в почву, в илы, в пески. И захоронялась где-то в недрах. Местерождение угля, нефти, газа. Иногда пластами, иногда в расчейной форме. И в результате углерод из атмосферы, из биологического круга, начал уходить в недра. И в атмосфере стало все меньше, 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 меньше. И стало настолько мало, что 15 тысяч лет назад биосфера Земли чуть не задохнулась. Как дышат растения? Растения это водоросли, которые выросли на суху. Это такие вот водоросли, вода и скафандр. Чтобы не высохнуть. А дышать-то надо. Как через скафандр дышать? Дырочки, усница. Усница открываете, молекулы СО2 летают, летают, летают. И нечаянно, случайно залетает в эту дырочку. Ну, ее тут же используют. Пока было много СО2, растения на полчаса усница приоткроют, наловят этого СО2, а и дальше весь день сытые. А вот СО2 стало мало. И чтобы поймать там 2-3 этих молекулы, приходится десятки усниц держать целый день открытые. А на дне что там? Вода. И вода испаряется. И выясняется, что нужно, чтобы поймать одну молекулу СО2, надо испарить 500-800 молекул воды. Это где столько воды наберешься? На земле немного мест, где столько воды выпадает. И в результате большая часть земли превратилась в пустыни, полупустыни. Раньше один дождик в год выпадал, туда проваливался, его потихонечку корнями тратили, и на целый год хватало, чтобы вся территория была зеленой. А сегодня земля у нас не зеленая. Зеленые пятнышки, все остальное, желтая большую часть года, или бурая. Земля задохнулась от нехватки СО2. Так вот, что изучил Будыков? Он подробно все изучил и сказал, раньше климат был комфортный, перепадов температур не было, перегреть тропики невозможно, потому что тут же все закрывается белыми облаками, а белый цвет спасает. То есть, черный, темный лес или вода поглощает 90% тепла, а белый снег или березы и поля отражают 90%. Не волнуйтесь, перегрев планете не грозит. Всегда появятся белые облака, как зонтик, они защищают планету. А вот переостудить планету очень легко. Как только ляжет где-то плотно снег, все станет белое, и нагреть уже очень трудно. А сегодня главный парниковый газ – это вода. А в холодном воздухе вода не растворяется, он сухой. Поэтому получилось, что очень холодные Арктики, где нет парниковых газов, нет воды в воздухе, и перегретые тропики, колоссальные градиенты, сквозняки, ветра, ураганы – в прошлом этого не было. Климат был ровный. Еще недавно, какие-то 2 миллиона лет назад, на севере Гренландии, там были и саванны, ходили бизоны, слоны. Тоже и в нах, и в Сибирской Арктике. Еще совсем недавно. Потому что СО2 было в 3 раза больше, чем сегодня. Простите, пожалуйста, Сергей Федорович, просто мы вас еще добросаем потом вопросами во время дискуссии. Но я сейчас хочу просто, вот, ну, как бы, надо финализировать. Но дело в том, что вы говорите о том, что, насколько я понимаю, СО2 необходимо добывать из недр. Это первый момент. Да, и первый это сказал Циолковский. Климатическое потепление – это неплохо, да? Это хорошо. Это второй момент. Ну, мы дальше поподробнее вас расспросим. Но третий момент, который, на мой взгляд, очень важный. Вы это не просто теоретически говорите. А вы создали плейстоценовый парк в трех часах лета от Магадана на север. То есть приезжайте к нам на Колыму, как вы говорили, это приезжайте к нам в Магадан. А вы еще севернее Магадана в трех часах лета создали плейстоценовый парк, который превращает, собственно, вечную мерзлоту и тундровые пустыни в пастбищные экосистемы. И, собственно, у вас там пасутся верблюды, в цебыки и так далее. Закончим с Вернацким. Смысл? Чем больше СО2, тем лучше. И в 1989 году в журнал Scientific New Scientist вышел большой обзор по работам Буддыкас. Статья называлась так. «Русский климатолог, советский климатолог обещает всему миру парниковый рай». Где рассказывалось, что в дополнение к коммунистической идеологии Советского Союза ученые Союза обещают всем сытое будущее, увеличение урожаев, стабильный ровный климат. Могла Америка такое допустить? Да, конечно, нет. В то же время прошел экстренный сбор сил в Американском Сенате и была развернута атака на то, что глобальное потепление – страшное бедствие. И в Америке умеют пиарить идеи. И в результате глобальное потепление вместо блага стало жупелом страха. Всех посадили на нервах, а все болезни от нервов. Бойтесь. Вообще-то опасения были, потому что быстрые изменения. Даже переезд в новый хороший дом – всегда два переезда, один пожар. Но вы знаете, после смерти Будыка, я вам рассказал его завещание, оно почти официальное. После смерти Будыка прошло 25 почти тысяч лет, и мы можем смотреть. Уже больше, чем на градус потеплело. У нас в стране уже потеплело больше, чем на три. Ну и где катастрофы, которые еще в 20-м году были? Давайте загибать пальцы. Тропические болезни проникли? Нифига. Потому что летние температуры не растут, растут зимние. Лето как было теплым, и волн жары больше по миру не стало. Саранча в пять раз меньше стало. Почему? Да потому что из-за СО2 по всему миру выросли урожаи. И на полях, и в лесах. И саранча не надо взбиваться в голодные стаи, и летать по всему континенту, съедая все подряд. Еды стало больше. Пожары уменьшились. Дождей стало больше. С теплых океанов больше испаряется. С перегревом, вы знаете, от жары стало умирать даже меньше. Потому что климат стал ровнее. Лето стало теплее. Но за счет в основном ночных температур, а таких вот страшных дней с высокой жарой даже стало поменьше. А вот от того, что исчезли зимние морозы, миллионы людей не умерли. Потому что в тропиках плюс 15 это смертельная гора. И что ни посмотрите, все во благо. А то, что нас затопит, это тоже мультики с такими волнами. Это в Альпах 20-метровый ледничок ставил за 50 лет. А западная Антарктида и Гренландия, которые могут дать 10 метров подъема, там 2 километра льда, они будут таять 5000 лет. Это 1-2 миллиметра в год. У нас большая часть побережья мира поднимается или опускается на сантиметр в год. А вы нас хотите напугать двумя миллиметрами в год. У нас Петербург 2 миллиметра в год поднимается, Мурманск 4, Певек 6 миллиметров в год поднимается, Зеленый мыс на Колыме 10 миллиметров в год поднимается. Да, Игарка опускается на 20 миллиметров в год. Но она опускается. Ну, знаете, жители Игарки спят спокойно, и хозяева Норникеля тоже не кипишуют. У них такое слово на севере есть. Ну, когда на 20 падает, еще на 2 миллиметра. Нет такой опасности. Это как вот детей пугают бабаем. Вот волчком трудно напугать. Ребенок, знаете, такой волчок, можно спрятаться, мама спасет. А вот бабай, у-у-у. Вот так же придумали бабая и пугают весь мир. Грамотно, профессионально. Сергей Афанасьевич, ну, давайте мы остальное на вопросы оставим, потому что, ну, сейчас... Нужно два слова. Да, да. А вот кто управляет погодой, тот управляет миром, и это правда. И вы знаете, только наша страна может управлять глобальным климатом. У нас для этого есть все. Самые большие резервуары углерода, самые большие территории, где мы на выбор можем менять альбедоотражательную способность. И прочие, и прочие. Хорошие ученые есть. Поэтому в БРИКС Россия будет лидировать хотя бы потому, что в вопросах климата только Россия может реально менять климат. И опыт у нашей страны самый большой в вопросах изменения климата. В голодные послевоенные годы территория от Молдавии до Алтая и от Тулы до Кавказа за считанные три года из суховейных степей, где ветер сдувал снег во враге, превратилась в плодородную саванну, которая сегодня кормит треть мира. Изменили климат на громадной территории, в общем-то, почти не напрягаясь. А ведь у нас земли пропадает по стране немеренно. А как ее превратить в плодородную саванну? Ну вот ролики смотрели, это то, чем я занимаюсь. И, в общем-то, это очень несложно. Надо просто некоторым коренным жителям нахрен страны дать землю и волю. Спасибо за внимание. Извините, что задержал. Спасибо, Сергей Фанасьевич. Вот, как сказал сын Сергей Фанасьевич, который сейчас управляет этим плестационным парком, ну, в Заполярье, да, у него там девочка такая спрашивает, ну, а какая площадь вот вашего плестационного парка, она за 20 лет существования проекта выросла, ну, там, в 20 раз. Там, с двух гектар, там, да, двух тысяч гектар, что-то такое. Наверное, не в 20, гораздо больше. А сын говорит, нет, дело в том, что, понимаете, наша задача, чтобы парк был такого размера, чтобы мы могли влиять на экосистему, понимаете? То есть это не задача показать на кусочки земли, что здесь могут пастись там мамонты и так далее. Вот как и завершил Сергей Фанасьевич, да, влиять на экосистему. Вот задача человека.